Сегодня я хочу познакомить вас с настройками и инструментами холста. Приветствую! Меня зовут Борисыч, и сегодня я расскажу о таком интересном и полезном инструменте, как Canvas, а именно Canvas версии 2.0. Давайте кратко рассмотрим пять зон интерфейса. Инструменты слева. Перетаскивание, выделение объектов, маска, ластик, карандаш, загрузка изображений и сохранение изображений на компьютер. Дополнительные настройки инструментов у нас находятся сверху. Кроме того, сверху вы можете увидеть краткую справку по горячим клавишам. Параметры Canvas и генерации у нас находятся справа. Внизу мы пишем наш запрос и негативный промпт. И, наконец, по центру та область, где и будет происходить вся генерация. Canvas 2.0 нам предоставляет четыре относительно новых режима, каждый из которых обладает своими настройками. По умолчанию при открытии холста у нас установлен режим InPaint, OutPaint. Этот режим предназначен для того, чтобы что-то добавить, изменить или удалить с вашего изображения. Следует учитывать, что чем больше область, на которую вы воздействуете, тем хуже результат. Возможно, иногда дешевле даже сделать новую генерацию. Как раз для таких случаев в новую версию Canvas был добавлен режим Text to Image. Он имеет такую же панель настроек, как в основном окне генерации, но есть незначительный минус. К сожалению, при включении режима алхимии нет возможности выбрать пресеты. То есть генерировать он будет с настройками по умолчанию. Для Photo Reel это Cinematic, а если вы генерируете на другой модели, то это Dynamic. Давайте попробуем сгенерировать изображение в этом режиме. Мы добавляем наш промт, выбираем режим генерации. Как обычно, выбираем модель, формат изображения и нажимаем генерировать. Все сгенерированные в этом режиме изображения сохраняются в вашей ленте. Вы можете оставить одно из изображений для дальнейшего редактирования, нажав кнопку Accept. Давайте посмотрим, как это выглядит в нашей ленте. Вот эти изображения, которые мы только что сгенерировали. Здесь также будут указаны все детали генерации. Позже вы можете вернуться к ним и при необходимости также внести изменения. Переходим дальше к режиму Image to Image. Здесь мы увидим знакомый нам режим, который есть в основной генерации. Но в Canvas этот режим существенно улучшен с наличием такого инструмента, как карандаш. Таким образом мы получаем огромный простор для творчества и некий симбиоз рукотворных картин и искусственного интеллекта в одном месте. Мы уберем пока то изображение, которое мы сгенерировали, мы к нему вернемся позже. Сделаем небольшой набросок. Возьмем карандаш, изменим размер кисти и добавим красок на наш холст. В принципе вы можете рисовать любые каракули, какой-то набросок и при помощи текстового запроса превратить его в довольно приличный и годный арт. Сила влияния у нас меняется вот здесь. Для того, чтобы каракули превратить в изображение, все-таки нам нужно уменьшить влияние того изображения, которое мы нарисовали. Нажимаем генерировать. Итак, мы получили 4 интересных изображения. Какое-то из них мы можем оставить для дальнейшего редактирования. Все, что вы сгенерировали, здесь можно как части изображения перетаскивать. Лишнее изображение убирается достаточно просто. Просто выделяем то, что у нас вышло за рамки и клавиши Delete удаляем. Надо учитывать, что все, что попадает в область генерации, объединится и сгенерируется в новое изображение с учетом текстового запроса. Итак, последний режим, который мы рассмотрим, это режим Sketch to Image. Из настроек здесь появляется сила влияния и маска. В общем и целом, предыдущий инструмент и этот очень похожий, хотя последний обладает большим количеством тонких настроек. Позволяет изменять изображение частично. Мы можем также дорисовать какие-то части изображения. Например, вот так. Берем также карандаш. Дорисовываем. И с помощью промпта попытаемся немножко изменить это изображение, добавив сюда какое-то количество цветов. Если оставить настройки по умолчанию, то не надо рисовать маску, не надо описывать, насколько эта маска должна сильно влиять на изображение. Просто жмем генерация и к нашим грибам получаем дополнительно вот такие прекрасные цветы. Ну и напоследок я хотел вернуться в режим Paint и показать пару фишек, которые обещал показать. Очень часто у нас возникает такая проблема, что в сгенерированном изображении мы получаем не очень качественное лицо. Допустим, вот здесь. Для того, чтобы проработать это лицо и показать больше деталей, разработчики добавили такой инструмент, как сжатие пикселей или уплотнение пикселей. То есть на том же участке будет более плотное количество пикселей и, соответственно, разрешение будет выше. Но не надо ждать, что здесь будет, ах, какое разрешение. Он все равно будет считывать окружение для того, чтобы под него подстроиться. Также мы здесь пишем prompt, добавляем маску к изображению. Ну, небольшой есть у нас баг, поэтому надо ориентироваться на кружок. Добавим еще. Здесь есть такая настройка, которая позволяет нам подсказать, стоит ли брать изображение, которое мы закрыли маской, или же нужно вновь придумать какое-то изображение. Так как у нас уже, в принципе, там есть лицо, мы дадим возможность Леонардо, чтобы он все-таки брал детали с этого лица. Нажимаем генерировать. Не забудьте, здесь должна быть модель, которая вам интересна. Ну и, собственно говоря, лицо, которое там было, меняется на новое лицо. Ну и в зависимости от ваших предпочтений, от того, как вы видите эту картину, вы можете какой-то из них оставить. Таким образом, из не очень качественного лица можно вытянуть достаточно качественное изображение. И вторая проблема, которая очень часто существует, и по ней очень часто обращаются с вопросами, это проблема изменения цвета глаз. Довольно часто наше изображение хотелось бы усилить каким-то эффектом глаз, например, изменением цвета или изменением зрачка, изменением его формы. Покажу на примере, как это делается. Не многие так делают, но такой вариант возможен. Возьмем вот такого дракончика и попытаемся добавить ему голубой цвет глаз. В принципе, здесь тоже можно использовать сжатие, уплотнение пикселей, но для того, чтобы изменить цвет этого, это необязательно. Мы напишем промпт. Голубые глаза дракона. Да, конечно, вы можете, в большинстве случаев все так делают. Просто закрашивают маской непосредственно эти глаза и пытаются получить тот цвет, который они хотят. Вот здесь вот силу влияния, здесь нужно устанавливать на единицу, потому что мы полностью перекрашиваем это глаза. А зачастую все ставят какие-то значения от 0.21 до 99, не понимая, что он в любом случае будет считывать то, что под маской. Давайте попробуем. Вот под маской есть глаза. Поставим на 90%. Это очень сильное влияние должно быть, по идее. Мы генерируем. Такие глаза получаются, но они какие-то очеловеченные, что ли. Поэтому приходится генерировать по несколько раз, чтобы получить должный эффект. Хотя это сделать можно гораздо проще. Мы берем карандаш, выбираем нужный нам цвет глаз. Здесь желательно сделать полупрозрачный цвет для того, чтобы добавить детали на глаза. И начинаем потихоньку прорисовывать. Еще меньше прозрачность. Еще больше прозрачность добавлю. И начинаем потихоньку прорисовывать, закрашивать ту область, где у нас глаза. Все, осталось нарисовать маску. Здесь надо силу влияния, конечно, отдать предпочтение тому, что вы нарисовали, а не тому, что себе придумает Леонардо. Естественно, имеет смысл указать, что мы хотим видеть зеленые глаза. И нажать генерацию. Если эффект не совсем удовлетворяет вас с точки зрения того, что он слишком заметно, что это рисованный, можно силу влияния немножко, силу влияния имеется в виду промпта, увеличить. Тогда он более качественно впишет в текстуру рисунка, и глаз будет более смотреться естественно. Давайте еще. Ну, в принципе, вот этот более красивый вариант. Ну, да, пожалуй, мне больше этот нравится. Вот таким образом мы можем изменять цвет глаз у любого объекта, в том числе и у людей. Особенно использую инструмент карандаш. Ну, на этом, пожалуй, я закончу это видео. Спасибо за внимание.